Первый случай голодной смерти в Нагорном Карабахе из-за блокады Блачинского коридора. Как сообщает местный омбудсмен по правам человека Вигам Степанян, 40-летний мужчина умер в результате хронического недоедания. Свои выводы чиновник подтверждает судебно-медицинская экспертиза. А накануне ситуацию в непризнанном Карабахе обсудили на совбезе ООН. Заседание созвали по инициативе Армении после того, как бывший прокурор Международного уголовного суда заявил, что блокада Нагорного Карабаха может содержать признаки геноцида местного армянского населения. Представители Азербайджана называют эти обвинения беспочвенными. Напомню, что Лачинский коридор перекрыт аж с декабря прошлого года. Уже в феврале Международный Сутоон в Гааге обязал Баку принять все имеющиеся в его распоряжении меры для того, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Но в Азербайджане это требование проигнорировали. К нам присоединяется Рубен Варданян, общественно-облический деятель, бывший госминистр Нагорного Карабаха. Если у вас есть какие-то подробности, детали об этой страшной новости, о мужчине, который умер голодной смертью, что об этом известно? Кроме этой голодной смерти, у нас уже было несколько случаев. У нас погибло двое детей, которые за то, что мать пошла за едой, заснули в машине и умерли. У нас уже было несколько случаев. Я просто, знаете, все время думаю, неужели, как в фильме тот самый Мюнхгаузен, когда, знаете, героиня говорит, неужели надо убить человека, чтобы понять, что он живой? Неужели надо, чтобы все начали умирать, чтобы мир понял бы, что идет страшная катастрофа в Арцахе. И каждый день люди, которые, даже если не умирают, просто лишены элементарных, нормальных, базовых предметов для своей жизни. И, скажем так, массовая гибель, чтобы тогда начнет мир реагировать на то, что происходит 8-9 месяцев уже практически. И да, это смерть, страшная трагедия, но это просто один из примеров того, что происходит каждый день. Плюс, смотрите, Азербайджан говорит, мы готовы поставить продукты. Какие продукты могут быть поставлены из Азербайджана, чтобы люди доверяли, потому что они не отравлены, что они не придут к каким-то болезням и последствиям, при таком уровне недоверия, который есть. И, на самом деле, когда можно просто украсть человека, который ехал в машине красного креста больного, и обвинить его во всех местах, тогда всех надо можно обвинить. Понимаете, получается, что идет подмена отдельных гуманитарных историй. Само тому процесс, который происходит в Арцахе, когда 120 тысяч человек практически принуждают через гуманитарную катастрофу к подчинению и, в общем-то, не дает никаких шансов на то, чтобы жить нормальной жизнью. Поэтому, к сожалению, мы имеем трагедию, которую мир не до конца осознает, насколько здесь тяжелая ситуация. И около 300 тысяч детей, которые находятся сейчас, например, не могут пойти в школу первую судьбу нормально, потому что нет еды, нету интернет-санитарных и единических вещей, нету транспорта. И это просто по всем направлениям серьезнейшая трагедия, которая игнорируется международным сообществом. А удается ли все-таки каким-то образом возить людей в плохом физическом состоянии, например, ситуация острого, недоедание, или просто людей, у которых есть какие-то хронические заболевания, которые могут быть запущены в такой ситуации, где нет доступа ни к едине, ни к медикаментам? Есть ли какие-то способы или блокад настолько серьезные, что никаких шансов нет? Еще раз, блокада последней уже больше месяца, 15 июня, стала полной, окончательной, и небольшое количество совсем уже смертельно больных людей, которые не могли получить диализ. Последний на красный крест вывез, 11 человек. Но это все, еще раз, это просто отдельные разовые случаи. В целом, огромное количество людей, не имея медикаментов, не могут получить нормальное лечение, огромные, конечно, беременные женщины, около 2 тысяч, не могут получать нормальную, если нужна помощь, так это нестандартная беременность. И, в общем, это просто массово, поэтому, конечно, нет, и это тяжелейшая ситуация, и она усугубляется каждый день, тем более, что в кристие зима, и нет ни света, ни газа. Свет перебоем дается за счет внутренних ресурсов, поэтому это, в общем, такое. Мы идем действительно к массу гибели людей, и это происходит каждый день. Медленно, но верно, Азербайджан использует инструмент вот такого давления на людей, живущих на своей земле. Здесь в чате наши зрители спрашивают, и я, на самом деле, присоединяюсь к вопросу, спросите, пожалуйста, Рубена, какой выход он видит из сложившейся ситуации, ведь что мы наблюдаем уже в продолжении этого вопроса? Было заседание Совета Безопасности ООН, но в последние месяцы, а на самом деле годы, мы видим, к сожалению, что Совет Безопасности ООН в самых конфликтных и сложных вопросах не в состоянии выступать медиатором. Мы видим, что после завершения войны, уже сколько, уже почти три года назад, там появились российские миротворцы, но российские миротворцы не влияют на происходящее сейчас и не влияют на блокаду. Мы видим, что в целом, вы говорите, что мир не обращает внимания, мир в целом полностью переключен на страшную войну, которая происходит в Украине, и сознательно или бессознательно у него не хватает ни сил, ни внимания, ни времени, видимо. Какой здесь может быть выход сейчас? Выход один. Все люди, которые действительно сейчас находятся в нормальных условиях, должны подумать, а что было бы с ними, если бы мы сейчас с вами проводили интервью, а вы были бы без воды, без газа, и вы задавали бы мне вопрос, как, что можно сделать. В моем понимании, есть несколько вещей конкретных, которые должны быть сделаны. Первое, действительно, жесткое требование со стороны международного сообщества, и не только международных организаций, но и международных компаний, которые в Азербайджане. Я удивлен тому, как сотрудники совершенно спокойно воспринимают то, что происходит в Арцахе, и они так спокойно работают, и платят налоги, и дают дополнительные доходы азербайджанского государства для того, чтобы оно еще больше использовало давление на нас. Давление на государство, чтобы они ввели бы санкции против власти Азербайджана. Создание воздушного коридора и запуск просто разным способом от воздушных шаров до дронов до любых способов донести сюда медикаменты. И организация марш и протесты сохранных гуманитарных организаций международных, которые все переживают за то, что происходит в разных точках мира, но это тоже такая же, да, может быть, 120 тысяч, это не десятки миллионов человек, но это тоже каждая жизнь бесценна, человек, каждого ребенка жизнь бесценна. И поэтому просто я хочу обратиться к матерям, которые сейчас смотрят всю эту передачу, понимают, что это относится к тем детям, которые просто каждый день лишаются возможности иметь будущего. Поэтому это давление пресса, это давление гуманитарных организаций, давление международных разных сообществ, которые имеют возможность сказать, что, господин Андреевич, это не природный катаклизм, это не измертесение, это не завал дороги, это просто вы осознанно, потому что хотите решить какие-то свои политические задачи, ставить людей в условиях невозможности для человеческой жизни, да. И в этом смысле давление должно быть очень простое. Быть нерукопожатым, я думаю, что это самое главное для любого человека давление, когда он понимает, что, что делается с его стороны, не будет принято нормальным людьми. Просто быть нерукопожатым. Почувствовать давление от всех известных людей, которые должны сказать, что вот эти дети, которые хотят просто жить, учиться и иметь право на то, чтобы жить по своим правилам, по своим законам, по своим традициям, не могут быть вот так просто уничтожены, потому что какие-то политические чувства не на это имеют право. Накануне прошел Совет Безопасности ООН, где обсуждалась в том числе, да, ситуация блокады Нагорного Карабаха. Есть ли какой-то результат, да, у этого обсуждения? И есть ли какая-то международная реакция, которую вы можете наблюдать? Ну, во-первых, сам факт, что это обсуждается на уровне свидания Советов Безопасности ООН, потому что вопрос не закрыт, и как бы Азербайджан не хотел представить, что это наше внутреннее дело, это не ваше внутреннее дело, это дело всего международного сообщества. Второе, что выполнение тех обязанностей, которые взял на себя Азербайджан, должны быть выполнены. И я был рад, что очень многие страны озвучили необходимость беспрепятственного проезда по Лачинскому коридору, который был подписан на Азербайджан, потому что, да, он говорит, что он хочет подписать мирное соглашение. Возникает вопрос, а если вы хотите подписать мирное соглашение, которое точно так же не будете выполнять, как и предыдущее соглашение, то какое может быть доверие? Какое может быть доверие в условиях, когда вот такое количество погибших во время последних 35 лет, и люди все в страхе понимают, что вот если это будет продолжаться, то будущего у них нет, здесь нету, и этическая чистка или геноцид, это единственные два варианта, которые оставляет руководство Азербайджана перед людьми, живущими в Арцахе. Поэтому, да, международное сообщество и то, что обсуждают, это важно. Я надеюсь, что резолюции и решения предприниматься после этого обсуждения будут более решительными, более жесткими и более конкретными. В любом случае, я еще раз хочу сказать, что это не просто гуманитарная катастрофа, это использование гуманитарной катастрофы для того, чтобы давление политическое на судьбу тех людей, которые 35 лет назад сказали, что они хотят жить самостоятельно и вне состава Азербайджанской СССР. И поэтому в данной ситуации этот вопрос не закрыт, и он не будет закрыть несмотря на все усилия Азербайджана. Спасибо вам. Рубен Варданян, общественно-политический деятель, в недавнем прошлом госминистр Нагорного Карабаха, в прямом эфире «Дождя» мы говорили о ситуации в Нагорном Карабахе, который по-прежнему находится в ситуации блокады, блокады Лачинского коридора, коридора, соединяющего Нагорный Карабах и Армению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова